4 октября 2020 года с возвращением города Джабраил под полный контроль азербайджанской армии наступил переломный момент в ходе Отечественной войны. После освобождения города от длительной оккупации противник осознал, что Азербайджан не намерен останавливаться. Именно с этого времени начались массовые случаи дезертирства в вооруженных силах Армении. Джабраил Джабраил расположен на юго-восточных склонах Малого Кавказа в бассейне реки Арас на расстоянии 15 километров к северу от Ирана. Название свое город получил в честь его основателя Джабраила Аты, одного из самых приближенных людей султана Ахмеда, жившего в 8 веке и владевшего всеми окрестными территориями. С 1930 года Джабраил является районным центром Джабраильского района. По состоянию на 1952 год в городе имелись одна средняя полная и две средние общие школы, дом культуры, летний и зимний кинотеатры, две библиотеки и клуб. Согласно переписи населения за 1979 год в городе проживало 4825 человек, 99,5% которых азербайджанцы, а в целом в районе до оккупации проживало не менее 43 тысяч человек. Известен Джабраил прежде всего виноградарством, садоводством, животноводством, хлопководством и шелководством. В самом городе располагался маслосыродельный завод, функционировали винный завод и каменный карьер. Особое значение для джабраильцев имеет мастерство ковроткачества, в котором им сложно найти равных, Чего стоит только известный на весь Азербайджан ковер Гасы-Мушагы, на точности и изящество линий которого повлияли традиции таврийского ковроткачества. Вся система декора ковра Гасы-Мушагы образована из различных растительных и цветочных мотивов, что является характерной чертой карабахских ковров. Богатая флора Джабраила оказала влияние на ковровое ремесло этого региона, в котором легко узнаются стилизованные мотивы местных растений, цветов, плодов и ягод. Культурная жизнь Джабраила также всегда была насыщенной и притягательной. Здесь родились прародители ашукского искусства Ашук Гурбани, который к тому же был придворным поэтом Шаха Исмаила Хатаи, Ашук Пяри, одна из выдающихся азербайджанских женщин-ашугов, и Ашук Дирили Сурхай. Известными жителями города являлись герой Советского Союза Джамиль Ахмедов, проявивший безграничную храбрость на фронтах Великой Отечественной войны, академик Мехти Мехтизаде, более двух десятилетий возглавлявший Министерство просвещения Азербайджанской ССР, государственный деятель Тимур Кулиев, который в период с 1930-х по 1950-е годы занимал должность председателя Совета Министров Азербайджанской ССР и многие другие. До Карабахского конфликта город Джабраил являлся транспортным узлом. Через Джабраильский район вдоль русла реки Арас пролегала автомобильная дорога республиканского значения, которая соединяла западную и восточную части Азербайджана между собой. Люди жили спокойной и размеренной жизнью. 4 октября 2021 года, ровно через год после освобождения Джабраил от армянской оккупации, президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил город, встретился с представителями общественности Джабраильского района, заложил фундамент совместного сервисного центра Открытого акционерного общества КАМАЗ и производственного объединения Гянджинский автомобильный завод, заложил фундамент промышленного парка, экономическая зона Арасская долина, принял участие в открытии электрической подстанции Джабраил, комплекса воинской части государственной пограничной службы, заложил фундамент Джабраильской районной центральной больницы, здания школы и первого многоквартирного жилого квартала. В ходе своей следующей поездки в Джабраиль в мае 2022 года глава государства особо обратил внимание на развитие автомобильных и железнодорожных путей. Вместе с первой леди Мехребан Алиевой принял участие в церемонии закладки фундамента железнодорожной станции Солт-Анлы. Высокие темпы строительных и восстановительных работ вселяют надежду на то, что уже совсем скоро в город Джабраил вернутся его жители, которые так долго ждут этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова